Добро пожаловать в Телефорум. Сегодня мы поговорим о дзюдо, развитии этого вида спорта, о перспективах и о том, какие сегодня планируются турниры у нас на территории области и далеко за ее пределами с участием наших спортсменов. Сегодня в нашей дискуссии примут участие Алексей Гусев, старший тренер сборных команд Владимирской области по дзюдо, директор спортивной школы Олимпийского резерва дзюдо «Самбо» имени Рыбина, город Ковров, тренер высшей категории по дзюдо, отличник физической культуры и спорта Российской Федерации. Здравствуйте. И Сергей Бочаров, тренер-преподаватель спортивной школы Олимпийского резерва в Владимире, отделение дзюдо в городе Владимир и мастер спорта по дзюдо. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте кто начнет, вообще представит сегодня федерацию, насколько наша федерация сильная вообще в ЦФО и как давно мы существуем. Давайте я начну. Я расскажу о том, что дзюдо в Владимирской области достаточно давней традицией, то есть уже более 45 лет культируется этот вид спорта в нашей области. И изначально дзюдо было на хорошем уровне. Здесь были созданы и проводились всероссийские и всесоюзные соревнования, которые достаточно на хорошем уровне организованы были. И были достигнуты на этих соревнованиях нашими спортсменами высокие спортивные результаты. В последующем так инициативу проведения хороших всероссийских соревнований забрал округ Муром. Там на протяжении 10 лет проводился периметр Центрального федерального округа. После этого была, так скажем, смена локаций. В городе Коврове был построен комплекс для проведения формата всероссийских соревнований. Мы начали проводить в городе Коврове всероссийские соревнования на призы. Не на призы, наверное, а памяти, сказать важно, Дмитрия Федоровича Устинова с присвоением звания мастер спорта России. И именно борьбой, как я уже сейчас отметил о том, что на территории Владимирской области не только в Владимире, в Коврове, в Муроме, в Собинке у нас есть представительство. Есть представительство в Гороховецком районе, есть представительство в Камешковском районе. То есть достаточно обширная география. Практически во всех районах есть. Да, где культивируется дзюдо. Более 50 тренеров у нас работают в направлении вида спорта дзюдо. Более 2,5 тысяч занимающихся. Поэтому я считаю, что в настоящее время дзюдо достаточно массовый вид спорта. Помимо массовости у нас также и достигаются неплохие результаты в спорте высших достижений. Ну, отдельно об этом мы поговорим еще сейчас. Хорошо. То есть дзюдо – это традиционно наш вид спорта. Я могу отметить, наверное, да. Сергей, как вы считаете, почему мы могли здесь взять такое лидерство? Почему дзюдо, хотя казалось бы, это какие-то восточные традиции этой борьбы, и не совсем свойственно для нашей русской культуры, но тем не менее дзюдо у нас есть успехи. Ну, я считаю, что новизна – это всегда хорошо. И с появлением такого нового вида зарождения федерации Владимирской области, я думаю, это привел определенный интерес к занятиям этим видом спорта. И в дальнейшем уже поддерживая как бы и традиции, и развитие, я думаю, что дзюдо стало более популярным. Ну, и не надо забывать составляющую, самую главную составляющую при виде спорта. Все-таки я считаю, что олимпийские виды спорта больше притягивают к себе желающих заниматься спортом. Потому что, как показывает практика, дети сначала начинают заниматься им интересно, познавать что-то новое. Родители видят отдачу, то, что дети формируются, дети оздоравливаются, развиваются. И дальше начинают участвовать с детьми в этой жизни спортивной. Поэтому дальнейшие какие-то шаги в достижении высокого спортивного результата родители присутствуют рядом со своими детьми. И это уже становится таким семейным видом спорта. Поэтому я думаю, что популярность дзюдо в нашем регионе во многом зависела именно от этого. Потому что личным своим примером я считаю, что я выбрал это направление именно по этим соображениям. Потому что есть рост, есть перспектива. Да, есть перспектива, куда двигаться дальше. Насколько сегодня подрастающие поколения понимают, что такое дзюдо, и охотные родители ведут своих детей заниматься? Ну, пропаганда здорового образа жизни – это как бы все виды спорта пропагандируют это. Что касается непосредственно дзюдо, конечно, в большей степени это зависит от самих тренеров, преподавателей, которые как бы влюблены в этот вид спорта, могут рассказать о нем, увлечь в него, влюбить в него в первую очередь. В целом, как сказал Алексей Викторович, проведение массовых мероприятий – это учебно-тренировочные мероприятия, тренировочные мероприятия, соревновательные мероприятия. Это все-таки олимпийские виды спорта транслируются, опять же, по телевизору. То есть это можно увидеть картинку. Сейчас это можно увидеть в интернете. Есть такие случаи, когда дети рассказывают или родители рассказывают о том, что я показал ребенку на ютубе, что такое дзюдо, и он загорелся. Сейчас картинка имеет очень большое значение. И я считаю, что в этом направлении развивать свой вид спорта очень правильно. Ну и потом еще, на мой взгляд, амуниция, амунирование у спортсменов не настолько дорогое по сравнению, например, с хоккеем, с футболом. Нет? Поправьте меня. Ну, экипировка, наверное, да. Кимоно – это достаточно недорогое, так скажем, одежда. Что еще? Все, по-моему, обуви у вас даже нет. Нет, обуви нет, но есть два кимоно, которые белые и синего цвета, которые нужно менять. Но для детей подрастающего поколения достаточно одной белой формы. Давайте про спорт высших достижений. Кто вот сегодня на протяжении истории федерации у нас в области, какими именами мы гордимся? Ну, яркими, действительно яркими моментами, наверное, можно сказать о том, что были спортсмены, которые выполнили, более 40 человек у нас выполнили звание мастера спорта. То есть на одном из наших мероприятий, как я уже сказал, на призыве памяти Дмитрия Федоровича Истинова, это статусное мероприятие. Ну и есть в нашей истории один мастер спорта международного класса, который представлял нашу область. Сейчас воспитанник школы ВИДО 88, тренер Смолин Василий Васильевич. Ну, сейчас в настоящее время действительно идет омоложение нашей федерации, нашего вида спорта, и поэтому мы больше делаем ставки на молодое поколение, которое не подводит, и которое сейчас действительно показывает неплохие результаты. Уже на протяжении последних четырех лет у нас есть спортсмены, которые выступают на уровне сборной команды страны, которые показывают результат на пенествах Центрального федерального округа, на пенествах России, и как бы извоевывают право представлять Россию на международных стартах. Так у нас именно Ковровская воспитанница была в составе сборной команды страны их победителя с Кубков Европы, Хрипунова Анастасия. Также воспитанники, наверное, сейчас затруднюсь, вспомнили фамилии. Вспомним еще эти имена. Да, и поэтому традиции хорошие, спортивные достижения из последних даже проводили мы в этом году пенествах России до 15 лет в составе сборных команд Центрального федерального округа, воспитанники Владимирской области, и стали победителями пенеств России, а также бронзовыми призерами. То есть тоже в большом количестве, порядка 6-7 человек, наши ребята достойно выступили на пенествах России. Коль уж сегодня мы заговорили о переформатировании, об омоложении федерации, значит, сегодня нужно воспользоваться эфиром и подрастающим поколениям, точнее, родителям, рассказать вообще о том, насколько полезно заниматься дзюдо для организма человека. Я понимаю, у вас еще и женщины есть в составе, да? Вот, об этом отдельно поговорим. Итак, в чем польза для развития физической культуры? Ну, польза, если мы возьмем... Каждый вид спорта хвалит себя, всегда же так. Мы возьмем тогда, построим ответ следующим образом. То есть Федерация дзюдо Владимирской области, в частности в городе Владимире, под моим руководством, здесь реализует много проектов Федерации дзюдо России. То есть один из проектов – это дзюдо, дошкольное дзюдо. Это дети от 3 до 6 лет увлечены занятиями дзюдо. В легком таком формате, можно так сказать. Я скажу больше, что сейчас я сам и коллеги из Коврова принимали участие в методическом семинаре с работой с детьми этого возраста. Это очень положительно сказывается на воспитании детей и подготовке их именно к школьному возрасту, как физически, так и морально, можно сказать. Им очень интересно и заинтересованы они в том, что сама процедура вот этого дзюдо, о чем мы говорим, о форме, о ритуалах, о одевании кимоно, завязывании пояс. То есть дети прямо с малых лет начинают посредством вот таких элементарных вещей, переодевания, влюбляться в этот вид спорта. Это опять же положительно для нашей Федерации. Следующий проект, который мы реализуем дальше – это дзюдо в школе. Этот проект «Твой первый пояс дзюдо» направлен на профилактику травматизма, потому что мы все понимаем, и у меня был практический опыт работы в школе, когда дети, учитывая перемены и так далее, сами понимаете, то есть столкновение, падение – это все неизбежно. И вот этот проект дзюдо в школу именно и предотвращает вот эти все нелепые ситуации. То есть дети не то, что как бы на переменах начинают правильно падать, нет. Просто само занятие дзюдо дисциплинирует и очень сильно показывает тот момент, что разделяет – есть учебные классы, есть спортивные классы, где ты можешь свою энергию, как говорится, направить в нужное русло. Поэтому это тоже немаловажный фактор привлечения, опять же, подрастающего поколения, именно приходить в дзюдо. Ну а в дальнейшем после этого мы как раз и начинаем уже на уровне подросткового возраста, переходного 13-15 лет, выявлять тех способных ребят, которые могут, которые нравятся, которые по своим физическим кондициям соответствуют. Какие они должны быть? Какие параметры? Ну вообще, если говорить о конституции дзюдоиста, можно так сказать, то, учитывая то, что в нашем виде спорта весовые категории, есть сетка весовых категорий, то мы не делаем, мы не разграничиваем их, если маленькие, значит, шустрые, значит, вот только таких. Нет. Есть моменты такие, что и в более тяжелые весовые категории вот эти вот ребята, которые вроде бы нигде не востребованы в таких видах спорта со слишком весом, да, можно так сказать, здесь им дорога не перекрывается. То есть мы, наоборот, приветствуем таких ребят. Поэтому каких-то специальных вот этих вот генетически природных каких-то данных для нашего вида спорта, на мой взгляд, не, нет. Все зависит от его желания, от его морально-волевых каких-то способностей, от его характера, который, на мой взгляд, в процессе вот этих переходных моментов от 3 до 6, от 7 до 13, как мы говорим, вот этот школьный дзюдо, оно это все формируется. И уже в 13 лет мы уже видим, как он сформировался, физически готов или нет, поэтому какой результат он показывает уже к этому возрасту на соревнованиях областных, городских, каких-то всероссийских, межрегиональных турнирах. И уже на этих ребят мы как бы делаем определенные ставки, потому что, ну, доходят до этого уровня, конечно, целеустремленные ребята, которые желают и горят. Есть звонок телезрительницы. Татьяна, добрый вечер, мы вас слушаем. Ваш вопрос? Добрый вечер. Вот, вы знаете, у меня вопрос такой, в том плане, что я с знаком, вот, мы ходили на греко-лимскую борьбу, когда мы ему 5 лет, и сейчас на втором классе мы перестали, потому что я считаю, что любые единоборства, такие как джидо, греко-лимская борьба, самбо, все-таки должны сопровождаться нравственным развитиям в обществе, чтобы не было насилия, чтобы дети не ходили туда до того, чтобы быть сильным и первым, а для того, чтобы помогать кому-то. Вот так вы считаете? Спасибо. Ну, джидо – это вид спорта, в самом названии джидо предполагается гибкий и мягкий будь. То есть здесь никакой агрессии не предусматривается. Именно умение использовать джидо, именно как в спортивном джидо, силу соперника против него же. То есть здесь тенденция сама предрасполагает о том, что стиль защиты с целью, так скажем, контратаки. То есть здесь действительно воспитание, и само воспитание молодежи идет только как не показывать свое преимущество, вот так скажем, только использовать это. И словам Сергея я хочу сказать о том, что джидо – это универсальный вид спорта, именно универсальный. То есть в этом виде спорта могут себя раскрыть любое телосложение люди, любое телосложение дети. Но самое важное – это, наверное, большая часть тренера, чтобы он смог заинтересовать ребенка, дать ему, привить ему интерес к этому виду спорта, и дальше уже трудолюбие самого ребенка. И поэтому достижение цели – все в руках двух, так скажем, составляющих тренера и спортсмена. Ну, вот еще как раз уже, да, выше сказала Сергей о том, что вот как раз направить энергию школьников в нужное русло, да, уметь владеть своим телом, а не бездумно просто там шнырять по коридорам, там лазить по деревьям и так далее, мне кажется, как раз вот это и есть одна из задач, вот такой спортивной борьбы, когда ты дисциплинирован. Вот говоря, опять же, от начала, почему Федерация джидо России пошла именно этим путем, и мы первая Федерация, которая разработала методические рекомендации для детей от 3 до 6 лет. То есть вот в детском возрасте все мы родом из детства, то есть как бы мы понимаем все эти моменты, и все особенности детские мы как бы принимали на себя, и мы были там. Поэтому вот именно та методика, которая там предлагается, именно влюбить ребенка в джидо, то есть чтобы он приходил на джидо, она, конечно, не может нести в себе роль того, что ты уже сейчас будешь профессионалом, ты будешь бороться. Нет, она об этом не говорит. Она говорит о том, что на данном этапе мы развиваем, мы помогаем. Следующий этап школьного джидо, мы берем уже следующую составляющую нашего процесса, потому что для нас, для тренеров, тренировочный процесс не прекращается ни на один день. Мы каждый раз двигаемся вперед и желаем только быть лучше, чем вчера. То есть развиваться, развиваться, развиваться. Поэтому, исходя из вышесказанного, мы приходим как раз к подростковому возрасту, когда надо уже, мы даем возможность ребенку, подростку самому вот за этот период занятия от дошкольного возраста до возраста подросткового определиться, как он видит джидо. Он любит его, чтобы ходить заниматься просто им и держать себя в физической форме, да, общаться в коллективе, в клубе, там, в спортивной школе. Ему нравится эта среда. Либо он уже готов пойти дальше. И этот выбор они делают сами. Никто их не подталкивает к этому. Поэтому вот этот непрерывный процесс, он и ведет к тому, что мы преподаем джидо более философски, более глубоко. И смотрим все-таки на, как совместить джидо с реалиями жизни. То есть как оно должно помогать по жизни в некоторых вопросах. Поэтому о ненависти там какой-то вот этой речи не идет. А то, что между детьми бывают какие-то разногласия внутри группы, это, конечно, много зависит от тренера, как он ведет тренировку, как он погружен, как он знает каждый психотип своего ребенка, своего воспитанника, чтобы эти моменты подавлять. Потому что если мы на тренировке не будем подавлять вот эти агрессивные моменты, конечно, мы будем слышать вот эти вот вопросы, которые нам задают. А они никак не повышают уровень нашего джидо, как бы пропаганды нашего джидо. У нас есть звонок телезрителей. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Вот мне вот три вопроса. Является ли джидо травмоопасным видом спорта? Что делать, если ребенок получил травму? И как этим спортом заниматься так, чтобы было безопасно? Ну, давайте, кто ответит? Изначально. Изначально. С чего начинается занятие джидо? Естественно, что первым этапным, первым самым важным приемом изучения – это самостраховка. То есть умение падать, умение страховать себя при падении. Потому как действительно это единоборство, потому что заключается именно техническое действие, чтобы уронить соперника, выполнить бросок. И, естественно, мы обращаем на это особое внимание. То есть человек должен научиться страховаться. Это безопасно. Дальше, что касается получения каких-то травм. Ну, естественно, что без травм не бывает. То есть любой мальчишка, девчонка на улице также может получить травму безобидной ситуации. Но травмы… Не настолько он сильно травмоопасный вид спорта, как, на мой взгляд, даже бокс травмоопасный. И, соответственно, лечение травм – это есть спортивная медицина. И отделение спортивного областного диспансера. Все это можно выйти из ситуации. Ну и, конечно же, страхование. Страхование спортсменов – это тоже есть в каждой федерации. То есть у нас есть тенденция для участия в соревнованиях. Мы каждого ребенка обязаны застраховать, чтобы он принял участие в соревнованиях. То есть, в принципе, все здесь достаточно просто. Ну и потом, это же спорт. Конечно. Это же спорт. Мы сейчас прибремся на небольшой блок коммерческой информации. Оставайтесь с нами и не приключайтесь. Мы возвращаемся в студию. Сегодня мы говорим о развитии дзюдо в нашем регионе. И хочется спросить наших гостей, поскольку они сегодня представляют два больших города. Да, город Владимир, у нас здесь отделение, а вот в городе Ковров целая школа Олимпийского резерва посвящена дзюдо. Как так сложилось, что у нас в областном центре нет такой большой школы, а вот, например, у муниципального образования есть? Ну, наверное, здесь заслуга большая человека, который стоял у истоков развития дзюдо в области. И, соответственно, человек этот был родом из Коврова, Рыбин Сергей Михайлович, который создал школу. В школу сначала был кружок, секция, потом все это переросло в детскую спортивную школу. И своими достижениями спортсмены дали возможность присвоить школе статус Олимпийского резерва. То есть были достижения спортсмены, которые показывали результаты на уровне сборных команд страны в юношеском возрасте. И поэтому такая возможность появилась в городе Коврове. Сколько занимаются в школе в Коврове и отдельно в отделении? То есть все-таки разное количество, в зависимости от того, что есть целая школа, есть всего лишь отделение? Ну, конечно. У нас в школе более 700 занимающихся только в Коврове. Но школа имеет отделение по городу. То есть мы представляем в несколько микрорайонов дзюдо, то есть разные базы. И также в общеобразовательных школах мы культируем, как сказал Сергей, именно дзюдо в школе. То есть у нас есть дальнейшее развитие. Уже на базе одной из школ мы организовали спортивный класс именно дзюдо. Поэтому дальше двигаемся, дальше больше привлекаем детей. Но в городе Владимире существует не только отделение областной школы. Здесь существует и ряд клубов частных, и ряд школы, автономно-некоммерческая организация детской спортивной школы дзюдо 88. То есть помимо этого в городе Владимире тоже, я думаю, не меньшее количество детей занимается дзюдо. Сколько у вас воспитанников на отделение? Ну, немножко предысторию расскажу. Сам я являюсь президентом автономно-некоммерческой организации спортивный клуб «Арсенал» в городе Владимире. Он был основан в 2015 году. В клубе занимается более 100 человек. И год назад, после пандемийных моментов, вроде бы негатив-негатив, а в 2021 году, такое приятное событие, открылось отделение дзюдо. При областной школе, школе Олимпийского резерва по боксу, открылось отделение дзюдо. На данный момент сейчас в отделении сформированы две группы. Тренировочная группа на 12 человек. И с этого года, с учебного, начальная подготовка 20 человек. Группа, которую я и веду. Часть детей занимается на базе спортивного клуба «Арсенал». То есть у нас выделено время, где дети занимаются на бесплатной основе. И в данном случае сейчас решается вопрос. Ведется строительство объекта, где мы планируем все-таки наше отделение дзюдо расширить. Сделать отдельное стоящее здание, то есть зал, где мы можем охватить уже более 200 человек, занимающихся. Естественно, если будет потребность и желание. Но мы будем к этому обязательно стремиться. Ну, так в целом отделение работает бесперебойно. Ребята выступают на соревнованиях, то есть финансирование, на учебно-тренировочные мероприятия. То есть если мы будем говорить о самом отделении, как бы это мечта, она сбылась. То есть сейчас мы в этом направлении двигаемся. Но этого бы не произошло, если бы не было как бы и вот этих частных клубов. То есть надо понимать, что само желание заниматься дзюдо, не бросать это дзюдо, то есть при каких бы условиях материально-технической базы не были, то есть желание, оно, конечно, переосиливает все вот эти вот трудности. Поэтому как бы стремимся. Наконец-то хорошо, что это получилось. Мы достаточно молодые, нам только, можно сказать, годик. Поэтому мы себя еще покажем и будем развивать дзюдо именно спортивного направления, спорта высоких достижений во Владимире. Будем это делать обязательно. А какие крупные чемпионаты под дзюдо проходят у нас в области? Может быть уже исторически сложилось, что область принимает такие чемпионаты и что планируется? Ну, на самом деле у нас в области ежегодно проводится более 30 мероприятий. То есть эти мероприятия состоят из классических, да, первенств области по юношам, там, до 13 лет, до 15 лет, до 18 лет, до 21 года, там, как возрастные категории, до 23, и чемпионат области, который, кстати, недавно завершился в городе Коврове 14 мая. То есть помимо этого, кроме официальных перенств области, как я уже сказал, что мы традиционно проводили до 18-го года на территории округа Муром перенства Центрального федерального округа на протяжении 10 лет. То есть есть уже хорошие традиции. Сейчас эту традицию мы возобновляем и забрали уже два года подряд проводим перенства Центрального федерального округа. Нет, нет, даже три. В 2018 году мы провели перенство ЦФО до 18 лет, и с 19, не, 20-21 год мы проводили перенство ЦФО до 13, до 15 лет. Соответственно, кроме официальных стартов, мы проводим всероссийские соревнования. Всероссийские соревнования по юношам, как я уже говорил о том, что в преддверии празднования Дня Победы мы проводим всероссийское соревнование под названием «Патриот», также на территории города Коврово. На территории города Владимира проводится также либо до, либо после, в зависимости от свободных дней, всероссийские соревнования приуроченные Дню Победы школой дзюдо-88. У нас, помимо этого, по-взрослым проводится уже на протяжении, наверное, 19 или 20 лет, проводят турнир в присвоении звания мастер спорта, который сейчас носит имя и памяти маршала Советского Союза, который стоял у стоков создания уже осознанно города Коврово Дмитрия Федоровича Устинов, так как у нас оборонное предприятие, поэтому приурочено к его имени. И ребята выполняют мастеров спорта на этом турнире. Ну, помимо этого, конечно же, члены сборной команды области по всем возрастам принимают участие в вышестоящих соревнованиях. Помимо Центрального федерального округа, наши спортсмены выступают и на основных стартах, это первенствах страны, помимо этого, возле и всероссийские соревнования. То есть, только на территории города мы проводим до 30 мероприятий. А вообще, на мой взгляд, сейчас даже и не подсчитать окончательное количество выездных стартов. То есть, чем младше возраст, тем больше стартов, таких как просто турниры, межрегиональные турниры, региональные турниры. То есть, большое количество выездных стартов по разным возрастам. То есть, федерация действительно набирает обороты, и мы двигаемся только к развитию. Сергей, достаточно у нас площадок, для того, чтобы принимать серьезные чемпионаты? Ну, это проблема. Проблема действительно, она существует, она есть. Не только в нашем городе. Хотелось бы, чтобы площадок было побольше. Тем более, в сегодняшнем современном мире. То есть, мы видим на примере Суздаль-Арены, что это востребовано. То есть, это интересно. То есть, когда созданы условия для спортсменов от хола до раздевалки, можно так сказать. Когда просторные залы, светлые, вентилируемые. То есть, это очень здорово. Ну, и опять же, учитывая то, что мы являемся все равно историческим таким ядром, привлечения туристов, это тоже имеет место быть. Потому что соревнования разного масштаба могут быть. И чем характерно развитие детского спорта, подросткового спорта, все-таки это взрослые родители, они заинтересованы, они едут со своим чадом, едут, обязательно участвуют всей семьей. Поэтому перспектива очень хорошая. Ну, у нас в городе для проведения межрегиональных, я бы сказал, турниров, максимум всероссийских, нероссийского уровня, это, конечно, ФОК возле 23-й школы и Намира бассейн плавательный. К сожалению, больше выбора нет. Вот, ну, с моей стороны, что можно, хотелось бы, хотелось бы, конечно, видеть, вот, чтобы могли посмотреть именно вид спорта воочию. Те же зрители, те же жители города Владимира, да. Для нашего региона это было бы очень хорошее подспорье, потому что, как мы говорим, что в каждом районе занимаются спортом. А учитывая, что сейчас строят универсальные спортивные комплексы, да, здесь могут проводиться абсолютно разные виды спорта, вот, на площадке комплекса, да. Потому что все-таки, когда речь идет о выезде за пределы Владимирской области, это финансовый момент, который нужно решать, и зачастую не всегда бюджетных средств хватает, приходится софинансироваться с родителями, да, до подросткового возраста в большей степени это родительская заслуга, когда они возят детей, да, за свой счет, можно так сказать. Здесь мы этот момент минуем, то есть здесь нет больших выливаний, затрат нет. И поэтому нам необходима, конечно, такая площадка здесь, в центре нашей Владимирской области. Алексей, какие яркие спортивные события по дзюдо ожидаются в этом году? Ну, в этом году у нас и так год насыщенный, то есть федерация работ действительно блудотворна, прямо начиная с нового года. Мы организовали уже пять мероприятий, то есть два из которых особо значимые. А одно вообще яркое, то есть это пенс в России по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет. Да, оно было проведено на территории Суздаль-Арены. Площадка действительно подходящая. И в последующем Федерация Дзюдо России уже обращалась с предложениями проводить и выше уровня соревнований. То есть, ну, будем рассматривать, будем сотрудничать, и будем, я думаю, что проводить все равно будем. Ну, и хотелось бы отметить о том, что уже на территории Коврова строится спортивный объект, который будет предназначен для занятия и проведения соревнований по спортивной гимнастике и единоборствам. То есть уже ведется строительство, планируется открытие этого комплекса уже в 23-24 годах. Поэтому в Коврове, я думаю, что эта площадочка послужит хорошим подспорьем для проведения также всероссийских и региональных соревнований. Ну, и отметить хотелось бы также не забывать о том, что в округе Муром есть отличный комплекс, спортивный комплекс АК, который тоже на своей базе есть место проведения, хорошим спортивным комплексом для такого формата соревнований. Поэтому наша задача использовать все возможности, которые есть, и развивать джидо во всех уголках нашей Владимирской области. Ну, и, как Сергей Александрович сказал, это было бы огромным подспорьем, если все-таки многофункциональный универсальный спортивный объект появится во Владимире. То есть, ну, я знаю уже при разговорах с департаментом о том, что переговоры уже ведутся, и площадочка присматривается. Я думаю, что в ближайшем будущем такой объект спорта появится и в городе Владимире. Есть потенциал, есть желание. Осталось совсем чуть-чуть. Спасибо, что сегодня приняли участие в нашей дискуссии. У нас в студии был Алексей Гусев, старший тренер сборных команд Владимирской области по джидо, и Сергей Бочаров, тренер-преподаватель спортивной школы Олимпийского резерва отделения джидо. Спасибо огромное. До новых встреч в эфире. Спасибо нашим телезрителям. Увидимся в телефоруме.